Монументальное декоративное панно «Утро» – одно из трех, что предназначались для украшения стен в московском особняке известного промышленника и мецената Савва Тимофеевича Морозова на Малой Спиридоновке. Произведение объединяла одна тема – «Времена дня». На холсте изображена пробуждающаяся природа, что предстает в образе четырех аллегорических женских фигур. Рубель определял их как феи. Первая, которая находится вверху по центру полотна и представлена в порывистом движении, настречу утреннему свету, олицетворяет солнечный луч. Другая, стоящая в профиль слева и будто вырастающая из гучи древесных ветвей, выражает внезапный переход от ночного покоя к утреннему бодрствованию. Об этом говорит резкий поворот ее головы и плечи. Третья в центре композиции еще только пробуждается от сна, о чем свидетельствует непроизвольный потягивающийся жест ее руки. В конце 1890-х годов заведенная за голову рука становится у Рубеля излюбленным жестом. Он изображает его в «Демоне, поверженном» и других картинах, но придает уже иной смысл. Четвертую, представленную лишь фрагментарно в правой части холста, Рубель назвал «Сказкой». Вслед за динамикой движения постепенно раскрывается и переход от душевного покоя до выразительного проявления эмоций. Лица первой феи не видно. Вторая героиня больше похожа на статую. Глаза ее абсолютно бездвижны и прорисованы с помощью одной лишь голубой краски. Нет ни радужки, ни зрачков. При взгляде на третью легко считываются эмоции беспокойства. И, наконец, четвертая. Предстает с выражением страха или отчаяния, точно увидела что-то ужасное. Глубина и пространство картины плоскостны. Причудливый фон создает сплетение исполинских деревьев, высоких трав и дивных цветов, нарисованных в стиле модель. Похожие исполнения можно встретить на полотнах Густава Клинта. Палитра художника ограничена и складывается из изумрудного, синего, бирюзового, золотисто-желтого и фиолетового оттенков. Субтитры создавал DimaTorzok